Как вы получаете свои Знания? Григорий, как ты получаешь свои Знания? Что касается, откуда берем информацию, есть разные источники. У Ангела-Хранителя было время, когда Элеонора приставала к нему чуть ли не ежедневно, еженочно, ежечасно. В том определенный момент стало стыдно, что нужно немножко самой думать, а Ангелы очень не любят человека. Скажем, давать конфетки обычно даются удочки. Удочек было дано много. То есть я также, если приходит какой-то важный вопрос и не хватает собственного ресурса, то я прошу ключей каких-то. Бывает, когда даются просто ответы, а бывает, когда даются именно так называемые ключи, с помощью которых можно прийти к решению вопроса. Каждый русский человек может, в принципе, непосредственно общаться с Богом. Но это общение на самом деле выглядит не совсем так, как многие представляют. То есть вы не садитесь на табуретку. И напротив вас не появляется седоволосый такой дедушка с сиянием вокруг, с небом вокруг головы. Нечто другое. Я просто в пределах нашего семинара про это рассказывать не хочу и не могу. Но каждый человек может общаться и с Богом. То есть каждый русский человек имеет возможность выхода на Творца. То есть кто-то выходит через древних богов, кто-то может даже выходить напрямую. Когда вы выйдете однажды на общение с Творцом, у вас желание задавать кому-либо вопросы вообще пропадет. То есть информация будет приходить. Часть информации я пытаюсь считывать с окружающего мира. Когда нужна информация, я пытаюсь проседать мне знаки. Знаки даются. Какая-то часть информации получается считываю с поля Земли. В поле Земли есть определенная информационная база. Ее называют по-разному. Хроники Акаши, как-то еще. Не знаю, как это называть. Но есть определенная информационная база, которую можно считывать. Бывают случаи, когда общаюсь с какими-то живыми существами, получаю оттуда информацию. Например, общаясь с камнями, можно получить определенную информацию. У них есть определенный в этом опыт минерал. Можно общаться с Луной, можно общаться с Солнцем. И периодически я это делаю. Есть такая поиск информации, называемая медитацией. Но просто сказать про медитацию, это не сказать ничего. Это есть определенный способ поиска информации. Есть ментальная медитация, ее, наверное, называют ясномыслией. Иногда этим способом ищу и информация находится. Общаюсь с эгрегором Дзен. Оттуда иногда приходит информация, то есть, когда она надо, в общем-то. Информация подается по-разному. И, скажем, все дают информацию разного, скажем так, качества и разной глубины. Получаю какую-то информацию с книг. Вот читаю сейчас по видизму книги, там тоже есть достаточно интересные вещи. Хотя я понимаю, что процентов на 90 информация, которая есть в видизме, она в этой книгах скрыта. То есть 90% информации, которую есть в видизме, дать просто нельзя сейчас. Потому что информация в многом дается образно и очень-очень простая. То есть не какие-то уникальные знания о мире, не о технологиях, не о психических каких-то возможностях. Я понимаю их, но все равно информация очень интересная. Сейчас читаю эти источники. Лично я смотрел зачастую лекции, например, многих независимых ученых. И они выдают некоторые интересные данные. То есть они выдают, скажем так, базовые программы для исследования. Недавно смотрел вот одну бабушку, которая занимается исследованием мозга. И она очень интересна иногда ставит вопросы. То есть умение правильно поставить вопрос, зачастую это возможность получить у него информацию. Именно вот она больше интересна в этом плане, в этом. Она рассказывает некоторые вещи, но на большие вещи у меня даже, в принципе, есть ответ. Ответ, являющийся моим опытом. Частично моим опытом, частично моим опытом, проверенным уже на каких-то источниках. Я смотрю много достаточно роликов известных людей, ученых, которые помогают выйти на определенные вещи. Это касается и психологии, это касается и духовно-психических вещей, это касается и материальных вещей. Что-то я спрашиваю у Елены Анатольевны, особенно когда это касается каких-то полевых конструктивных вещей, которые может знать только доктор. Что-то я узнаю у своих знакомых, но, к сожалению, сейчас их не очень много, у которых можно получить непосредственную информацию. Наверное, последний источник, из которого я получаю информацию, это у каждого человека есть определенный канал. Поэтому каналы периодически сбрасывают информацию, необходимую для его развития. Этот канал у людей, которые не занимаются развитием, он практически закрыт. Частичная информация приходит по этому каналу, потом я ее перерабатываю. В двух словах, может быть, я добавлю, что оно связано с хорошим функционированием канала, который в народе индийском называется сушумный. Если у вас сушумно хотя бы до сухосрарки прочистило, по этому каналу эта личная информация приходит. Эта информация приходит не только от ангелохранителя, не только от сочности, она приходит зачастую от самого источника. То есть вам периодически от Бога приходит информация, что вам нужно делать и как вам нужно жить. И эта информация приходит не как конкретный совет, а некий универсальный ключ. Человек, который способен устанавливать свое сознание, человек, который способен посмотреть на вещи глазами свидетеля, обладающий достаточной чувствительностью, эту информацию может брать и использовать в нужном для него направлении. То есть изначально энергия дается так, что вы можете использовать эту базу только по назначению. Не всегда удается использовать все и в достаточной степени. Ну, однажды к этому все придем, и я думаю, что тоже. Я повернула ответ на ваш вопрос всё-таки в сторону практики и целительства. Если вы хотите получать Знания такие же или другие, которые вы сочтёте нужными, нужно идти внутрь себя. Человеческое тело изнутри населено живыми существами. Для того, чтобы пойти внутрь себя, нужно для начала привести в порядок все свои оболочки, начиная от физической и заканчивая тонкополевыми, для того, чтобы внутри вас установилась чистота. Что такое чистота? Это когда внутри вашего тела находится то, что называется в простонародье эго, и другие живые существа, которые населяют его, за исключением демонических существ, которые паразитируют на всём этом биокомплексе со своими корыстными целями. Вот в избавлении от всего ненужного и есть путь просветления. То есть начните с простейших вещей. Очень многие люди хотят получать глубочайшие знания, но не могут постирать свои носки или не могут сделать так, чтобы у них, извините за прямоту, изо рта не пахло, когда они поели, а изо рта перестаёт пахнуть, когда вы очистите все внутренние системы организма и прекратите есть еду, которая превращает в помойку то, что находится у вас внутри желудка. Допустим, те люди, которые едят очень много растительной пищи или вообще находятся на сыроедении, у них изо рта не пахнет. За редким исключением, когда они сделали, допустим, сыроедный майонез с чесноком или когда у них идут процессы очищения. Процессы очищения идут у всех людей. Сыроеды изначально... Мало кто был сыроедом. Мы все родились в те времена, когда нас пичкали жареным мясом и колбасой на куске хлеба. Я вот помню свою маму, она прекрасный человек, но яйца с жареным горошком из банки и куском хлеба. Это было моим завтраком, когда я ходила в школу. Естественно, что я внесла в свой организм достаточное количество ядов и шлаков, от которых нужно освобождаться. Обратите внимание, я сказала, не мать плохая в меня внесла, как очень многие люди, которые задают вопросы, иногда поворачивают ваши вопросы в этом ключе. А я сказала, я внесла. Вне зависимости от того, что меня кормила мама, и у меня не хватало разумности понять, что это несочетаемое соединение, от этого лучше избавляться. Я, тем не менее, сама выбрала эту семью, я сама выбрала эту мать, я сама выбрала эти завтраки, несмотря на то, что получала их, в общем-то, в порядке ешь. Вот это есть, вот это сегодня мы будем кушать. То есть если вы хотите приобрести знания, избавьтесь от всех демонических сущностей или ненужных вам конструкций, образований, мыслей, поступков, которые мешают вам увидеть, увидеть, что находится внутри вас. Человеческое тело — это не оболочка, вот метр на 50 сантиметров или метр на два, у кого какое, так скажем, жирообразование на теле. Человек внутри без… То есть там нет гранит. Там, когда заходишь вовнутрь, ты понимаешь, что это и есть настоящий натуральный мир, потому что там безграничное пространство. Только вы видите, что это ограничено вашим телом. Вот как только вы зайдёте вовнутрь и выучите язык света, а вы его учите постепенно, избавляясь от демонических сущностей, вы начнёте слышать, что вам говорят. Ваша печень, ваши почки — это всё живые существа, с которыми можно разговаривать. Также, поскольку вы сможете говорить со своей печенью, вы сможете говорить и с деревьями, и с солнцем, и с луной. То есть вы сможете общаться с существами, которые и внутри вас, как вы видите, и снаружи вас, как вы видите. Но это всё единый комплекс. В конце концов, вам удастся это соединить, и вы сможете… Ваше эго сможет управлять всем этим оркестром, который, в общем-то, и дан был Богом для вашего развития. Когда вы выгоните демонические сущности, это будет именно оркестр, а не лебедь, рак и щука. Допустим, голова хочет развиваться, ваши мысли — живые существа, а желудок говорит, «Нет, давай водки набухаемся». И у них несостыковка. А эго сидит со стороны и смотрит, «Боже, что эти все существа между собой делают?» Да вы, в общем-то, руководитель этого биокомплекса. И вам нужно, так скажем, построить этих существ под ваши цели. Вы выбираете цель. Хотите быть, я не знаю, там, развратным хулиганом? Пожалуйста, пейте водку и ведите бесплодный образ жизни. Хотите стать просветлённым? Завязывайте с тем и с другим. Вы направляете весь этот комплекс на достижение ваших целей. В общем, переведите себя в порядок. Возьмите себе 500, 600, 700 или 500 тысяч лет. Кому сколько нужно? Не думайте, что это «а, завтра случится», как рассказывают в рассказах. Шёл монах по базару, рядом другой монах сказал какую-то фразу, и он просветлел. Понимаете? Он уже просветлел до того, как пришёл на базар. Просто это было последней каплей. То есть возьмите себе несколько сотен, а то и тысяч лет и начинайте убирать из себя всё ненужное, что мешает свету внутри вас. Научитесь говорить с деревьями и с печенью по-человечески. То есть не будете пилить ни дерево, ни с животным убивать его ради того, чтобы потешить свой животик. Ни со своей печенью, ни своими почками. Научитесь говорить с ними, услышите Бога. Это следующий этап. В общем-то, особо ничего сложного. Я единственное, что, может быть, добавлю, что когда у вас много внутри вас паразитических существ на полевом уровне, они создают внутри вас шум. И этот шум не позволяет многие вещи слышать. То есть паразитические существа, их задача ввести вас в состояние пространства и закрыть вас от того, чтобы вы услышали то сокровенное, что помогает нам развиваться. То есть эти существа внутри вас создают эту, скажем так, негативную какофонию. Задача очищения, да, это не только выкинуть из организма шлаки, то есть не только выкинуть из ящика, говорится, из ума бессмысленные конструкции, которые загромождают, перегружая вашу оперативную так называемую память. Но еще нужно убрать этот шум. Всегда демонические существа, этот шум, есть какие-то из них, которые тихие и прячутся, но большинство из них, они создают этот шум, который вам не позволяет слышать. А некоторые специально создают такую ситуацию, чтобы вы сами эти шумы внутри себя создавали. Поэтому это очищение важно, чтобы внутри вас была та тишина, позволяющая услышать все вещи, которые более тонкие. А чтобы слушать тонкие вещи, нужна концентрация. Это вроде того, когда у вас сосед бьет по барабану, там, heavy metal слушает, да, то есть вы не сможете, внутренний голос будет услышать очень сложно. То есть низкочастотные вещи, они, к сожалению, в этом плане очень опасны. Поэтому вопрос очищения – это очищение внутреннего слышания, то есть очищение от того, что практически существа полевого уровня внутри вас состоят. Хочу добавить именно это понимание. Я думаю, что с этими вещами вы рано-бикозно столкнетесь. Главное не путать. Сегодня прочитала интересную фразу Пелевина. «В человеке есть Бог». Да, в человеке есть Бог. И в человеке также может быть и свинья. Но это когда человек похож на свинью и живёт как свинья, и ведёт себя как свинья. Но Пелевин предлагает не путать свою внутреннюю свинью со своим внутренним Богом. То есть если вы считаете, что у вас на данном этапе нет знаний, это очень хорошее, или достаточно знаний, каких вы хотите получить, это хороший показатель вашего критического мышления и искреннего общения с собой. То есть вы понимаете, что знаний недостаточно и не пытаетесь использовать позывы каких-то демонических существ, которые, возможно, находятся всё ещё в вашем поле, так как поляк других людей, включая нас с Григорием. Не путайте их с внутреннюю свинью, с внутренним Богом. То есть если вы всё ещё чем-то недовольны, что-то ещё хотите получить, или хотите каким-то образом раскрыться, то есть если у вас нет постоянного, непрекращающегося внутреннего удовлетворения и счастья, то продолжайте пискать, продолжайте получать. И отбрасывайте все эти моменты, типа там «я великий», «я контакт с Богом». Какой смысл вашего контакта? Кому вы в жизни помогли? Я не говорю о вас, я говорю вообще. То есть вы помогли каким-то людям стать лучше, вы создали гармоничную семью, у вас яркие, интересные друзья, у вас работа, на которую вы с утра поднимаетесь, в 4.30 и просто бежите на неё. Вот я в 4.30 стою, и быстрее, быстрее бы утро наступило. То есть у вас талантливые дети, и о вас говорят, «О, да, это интересные люди». То есть всё впереди, и вопросы у вас интересные. Желаю, так скажем, найти себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова